Субтитры сделал DimaTorzok 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 А сейчас в Украине живете, правильно я понимаю? Ну, не совсем, но не важно. В Канаде сейчас живу, ладно? А, в Канаде. Заходите на канал, вам интересно будет. Ролики так называются. Серия роликов, нюансы географии Москвы и Московской области. Да, очень плотненько, довольно прогрессивно. Хорошо, всего доброго. Ладно, жду вас на канале, всех благ. С чего взяли, что я блогер-то? Ну, хорошо, вы откуда будете, если не секрет? А ваш канал как называется? С чего взяли, что я канал, есть? Демклуб называется. Олег меня зовут. Олег меня зовут. Вы откуда будете, если не секрет? Меня зовут Алексей, я в Санкт-Петербурге. Понятно. Но у вас есть интересные вопросы? Ну, просто у вас такой антураж, там, как бы, этот, там. Ну, понятно, понятно. Демклуб, я могу написать, подписывайтесь, если захотите. Вам можно понравиться. Демклуб, да? Да, вот русское честное название. Ну, понятно. А какая у вас? Вот, копируйте. Да ладно, ладно, я сейчас за рулем, как я скопирую. Вот, слушайте, ну, а вы, скажем так, какие темы ведете? Я разговора. Почему? История, ретро-футбол, наука, железная дорога, политика, музыка. Из этих тем есть какие-нибудь интересные вопросы? Ну, по железной дороге интересно. Вот у вас как развитие железной дороги? Что-то интересное есть там, ну, какие-то, может быть, направления интересные, может быть, развитие железной дороги? У меня Украина под VPN, но вот по поводу железной дороги, можно сказать, что где-то до третьего или четвертого года железная дорога была единственная отрасль, в которой Украина обгоняла Россию по инфраструктуре. Потом уже Россия пошла вперед. Сейчас, в общем-то, хорошо развивается в России, особенно по подсосу, то есть подвижному составу. Хорошо обновляется. Вот вы знаете, допустим, вот новый поезд, который в Севастополь ходит, из Питера. Слышали, да? Слушайте, ну, я знаю, что поезд, а что он, в чем его особенность? Ну, хотя бы в той особенности, что он проходит через Москву, но в Москве на него сесть нельзя, посадки нет. Он проходит, он не заходит ни на один вокзал в Москве, то есть только технические стоянки. Хотя бы в этом особенности. А, он окраину проходит, я знаю, это... Нет, это он проходит... Да, да, он окраину проходит, это я, смотрите, я ездил когда-то... Да, 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 я когда-то ездил, по-моему, сейчас скажу, на астраханском поезде, в Санкт-Петербург-Астрахань. Так вот, там, да, вот Москву проходили буквально там где-то на окраине, там чуть-чуть. Ну, что, понятно, что по центру поезда, в принципе, не ходят, ну, в отличие от Питера. Там московский вокзал, он почти в центре, да. Тут все вокзалы за Садовым кольцом находятся в Москве. Но он как раз не только по окраине, он в районе Останкино заворачивает, вот, со мной, дороги Октябрьской, идет, если вы в Москву знаете, нет? Ну, если знаете, я могу вам описать, а если не знаете, я не знаю, вам просто неинтересно. Он проходит в районе Эльтразаводского моста, он вклинивается в направлении туда на Рязань. А так проходит в районе Марьиной Рощи, не такая уж эта окраина. Слушайте, а вот какое у вас мнение, вот смотрите, вот, ну, что в Санкт-Петербурге, что в Москве, ну, во всех, практически, крупных городах, вокзал, это, ну, скажем так, такой, прям, вот, центр города, как правило. И в результате практически весь город испершен, ну, постоянно, ну, имеет по своей территории очень много железных путей. Причем они занимают достаточно большую площадь, потому что это же не один путь, да, это всегда какая-то целая сеть. И в результате, ну, довольно так, существенно ограничивается, ну, передвижение по городу, вот, что на автомобильном транспорте, что пешеходным способом. Ну, вот в Санкт-Петербурге я, например, это четко ощущаю, да, то есть, что... Ну, я же говорю, у вас в Петербурге вокзалы в центре. Город вроде вот он... У вас в Петербурге половина вокзала в центре. Да, и в Москве тоже. А в Москве нет, в центре ни одного вокзала, в пределах Садового кольца ни одного вокзала нет. Ну, и не на крайне они, конечно, но не в центре. А так, в принципе, вокзалы должны быть в центре. Они в Лондоне в центре. Потому что вокзал выполняет, кроме дальнего сообщения, выполняет пригородное сообщение. И народу удобнее приезжать, чтобы они по рыбам в центр попадали, а никуда не... А не к черту на куличке денете у вас там в Девяткино приедет электричка, а потом он должен добираться там на метро или на чем. Это нормально. Это что же транспорт? Вы ставите один транспорт приоритетнее другого. Это транспорт, который должны сосуществовать. Ну, в какой-то степени я с вами согласен. Вот смотрите, я просто это попробую, чуть-чуть, извините, перебил. Просто есть еще помимо того, что пассажирский транспорт, пассажирский, он, скажем так, может быть не очень много места занимает. А вот есть еще железнодорожный транспорт, который грузовой, ну тут как бы вообще... Ну, в Москве грузовые выведены от пассажирских, они намного дальше. У вас в Питере не знаю. Кстати, вот в Москве такая нехорошая тенденция, повсеместно снимают троллейбусы. У вас нет такой тенденции в Питере? Смотрите, там, ну это и да, и нет. Смотрите, как бы троллейбусы снимают. Но троллейбусы снимают не для того, чтобы убрать электротранспорт вовсе, да? А вместо троллейбусов пускают электросы. Ну, электробусы, я понимаю. Но это фактически автобус, да. В будущем все автобусы будут электробусы, не будет дизельных, наверное. Это понятно. Ну, на Невском у вас... Ну, возможно, да. На Невском у вас еще ходят троллейбусы или сняли провода? По-моему, да, ходят, недавно ездил. Ходят, да? Недавно вот мы с семьей ездили, вот как раз мы ездили на троллейбусы, да. Ну, вот в Москве с Тверской давно сняли. Но я считаю, что это неправильно, потому что это, в конце концов, эти провода, это памятник определенной эпохи. То есть развития города. А именно там в первой половине... Ну, для Москвы и Питера это первая половина 20 века. Для более метро городов это вторая половина 20 века. То есть сами провода, это... Ну, да. Это же не просто там висят какой-то обрывок, они как бы вписывали в структуру, на них вешали плакаты, там рекламу в свое время. Даже в советское время такая, хоть была захолостная реклама, то есть редкая, но все равно было такое. Ну, реклама там... Если помните, в 70-х, 80-х вообще предполагалось, что трамваи сойдут на нет, и начали трамваи убирать в Москве частично. А потом, а сейчас наоборот, трамваи в Хаворе. Трамваи никто не убирает. Ну, да. Причем я вот... Да-да-да, вот у нас сейчас Тверской завод выпускает прекрасные трамваи. Не, ну Питер... Прям вот... Питер же вообще... Я даже ребенка водил. Питер вообще трамвайный город. У вас трамвайная сеть больше, чем в Москве, кстати говоря, если вы в курсе. И маршрутов больше, и протяженность больше. Ну, от многих маршрутов, конечно, избавились, но с другой стороны, правильно, потому что избавлялись от маршрутов в самом центре города, в историческом. Дело в том, что трамваи, ну, сейчас, конечно, трамваи гораздо лучше, то есть они уже с прорезиненными этими катками, да, вот, колесами. А раньше, которые трамваи были, эти Татры, ну, они, скажем так, от них вибрация очень сильная сходила. Ну, это понятно. Сейчас рельсы делают на резиновые подушки, да. Понятно. Да, 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 да. Я вот смотрел, вот у меня в районе, а я живу, если вы Питер знаете, я живу, район Парнас, так это называется. Вот. Вот Парнас, проспект просвещения, гражданский проспект, вот этот район. Вот здесь как раз ходит вот этот новый трамвай, видите, ну, этот штаблер, по сути дела, да, то есть лицензированный по лицензии, лицензия куплена, на Тверском заводе сделают. Вот. Ну, вот этот штаблер ходит, во-первых, он ходит тихо, во-вторых, он ходит, как бы, достаточно быстро, ну, и это гораздо более щадяще для города. Ну, понятно, понятно, естественно, если бы не это, то бы их бы убирали, это все понятно, это обязательное условие, в принципе, сохранять трамвай, модернизация, все понятно. Ну, хорошо, ладно, спасибо за беседу, вы, запомните, да, если не хотите копировать, в принципе, копия легко делается, держите палец секунды, она копируется в смартфоне. Да. Ну-ка, ну-ка. Ну, вот, где написано Денклуб, держите палец секунду, и вам предложат копии. Да я сейчас, да я сейчас на Ютубе наберу Денклуб. А, ну, на Ютубе набирайте, да. А там подпишитесь, я потом... Ну, я на втором смартфоне, вот. Да, да, окей. Я сейчас вот на втором смартфоне прямо сделаю, вот, Денклуб. Вот. Я не думаю, что проблема большая будет. Ну, вот. Ладненько, вам спасибо большое. Ладно, все, жду вас на канале. Всех благ, удачной поездки. Будьте аккуратны за рулем. Да я, в принципе, реальный. А вы откуда будете реальный человек? Москва. С Москвы, с какого района, если не секрет. А вы всю Москву хорошо знаете? Ну, я думаю, намного лучше вас. Можем посоревноваться в знаниях. Боже, что, правда? Ну, не современные, а, по крайней мере, в Москву нулевых, я знаю, как свои пять пальцев. То, что там, вот, последние 10-ть настроили, я, может, не знаю. А, ну, так где вы живете, в Москве, можете сказать? Район такой. Нет, ну, нет, дело в том, что я родился раньше, чем 70-й год наступил. Ну, я отводил. Так как вы? Просто они, некоторые... Вы в Москве родились? Вы, подождите, вы в Москве. Нет, давайте начнем с того. Вы в Москве родились? Да. А какой роддом? Секрет. Это конфиденциальная информация. Я, я мог родиться... А, я мог тебя... Пиздобол, вы, батенька, пиздобол. Хорошо, хорошо. Так вы с какого района, можете сказать или нет? Нет, давайте сейчас вот туда ответься. Зачем было, если вы пиздобол, как Ворополь? Вы даже в Москве, может быть, не жили. Я вам буду рассказывать. Вы были в Москве 25 раз. Может быть, там три года работали. Знаете, три станции метро. Вы сейчас будете въедут по Сусалу. Я Москву знаю намного лучше вас. Это вас устроит? Если желаете проехать, спрашивайте, потом я вас спрошу. Район Паскудниково где находится? На севере. Перед Леонозово. Бесходниково, следующее Леонозово. То есть на то пошло. А что... Вот. Видите? Я знаю. А теперь мой вопрос. Что такое в Москве Алексеевский пост? И где он находится? Метро Алексеевская. Я знаю где это. Метро Алексеевская. Я понимаю, что вы знаете. Я вас спрашиваю. Алексеевский пост. Проспект мира? Метро Алексеевская. Что за себя было? Что? Алексеевский пост. Что вы сказали? Мне знаешь, что Алексеевский пост. Я вам сейчас скажу, как он пост какой-нибудь есть. Давайте. Расскажите. Это пограничная станция между Октябрьской и Московской железными дорогами, находящейся под Рижским мостом. Когда поезд из Питера. Вы знаете, он уже не заходит на Ленинградский. Он в районе Останкино сворачивает на боковую ветку. Потом идет в районе Рижского моста. Он вклинивается уже в Московскую дорогу. Между платформами Ржевская и Каланчевская. И вот пограничная станция. Ржевская, да. Все, все, все. Пограничная станция. Если вы знаете станцию Ржевскую, excuse me, I'm a Mubly. Я из Малины Рощи родился и вырослся в Сучевском вале. Если вы знаете Ржевскую, если вы знаете это, то я с вами согласен, что вы даже знаете. Ну, Малины Рощи, понятно. Это Малины Рощи уже гордится. Это же знаменитый район. Я понимаю, что если человек живет... Я родился... Нет, я родился... Понятно, что... Я родился через... Как он называется? Раньше был называл... Провод-то. Новый построен. Рижский. Рижский путепровод, да. Рижский путепровод в сторону Чоковского шоссе. Как он назывался-то? Рижский путепровод в ту сторону. Я родился в детской больнице. Я понял. Вы под запись идете, личные сведения лучше не вспомнили. Я почему спросил? Нет, нет, нет. Мне все равно. Мне все равно. Как называлось это место? Там еще парк называется такого названного. Это место, парк где конкретно? К Чоковскому вокзалу с левой стороны. К Чоковскому? Ну, это... Измайловский парк там находится. Есть ли Измайловский парк с левой стороны из Москвы? По какому шоссе с левой стороны? Как к Чоковскому шоссе ехать. После Рижского путепровода. Да, и с левой стороны. Я все время забываю, почему-то этот парк. Там есть Сокольническая. Сокольники. Сокольники. Я в Сокольниках родился. Сокольническая, роддом номер три. И в 69-м году вышла газета, вечерняя Москва, по-моему. Родился богатырь. 5 900. А у меня даже вырезка до сих пор. Ну, понятно. Поздравляю. Не, я почему это самое... Одного тоже москвича минут пять допытался. Где он? Он просто стеснялся сказать, он живет в плохом районе, в Капотне. А в Капотне типа жить стыдно, да? Он не хотел говорить. Ну, в Капотне. А в Капотне жить просто нечего. Это вот так. Я думаю, мало ли, упираешь... Я хоть, я хоть сейчас... Я хоть на минутку на жену подставлюсь. Все-таки не плакаю. Я и подумал, упирается, небось, из Капотне. Не-не, боже мой, по-моему, нет. Все нормально. Ну, хорошо. У меня, кстати, на канале много... Он стоял через Садовое кольцо. Как назывался этот ресторан? Он стоял сверху Садового кольца. Единственный ресторан, который находился прямо на Садовом кольцовом. И можно смотреть, как машины проезжали. Ну, стекляшка, что ли? София. Ресторан София. Ну, конечно, такие ресторан София. Самый знаменитый. С той стороны Маяковка. Ну, как? Ресторан София на Тверской. Здравствуй. Ну, на Маяковке он стоял, он стоял прямо на тоннеле. Да-да-да. Он был стоял... Подожди. Ну, правильно, правильно. На тоннеле. И вы... Ну, его, значит, расширили в 90-х. А сам ресторан София был вот на Маяковке. Его сожгли. Сожгли специально. В 93-м году его сожгли. Ну, я понял, да-да. Ясно. Ну, кстати говоря, вот я вам дам название канала. Скопируйте. Вам интересно будет. У меня много роликов на этот счет по Москве. Вот. Копируйте название канала. Ну, я смотрю, вы с Академии, допустим, вы там гнобите Россию? Почему? Я русский сам. Почему я должен гнобить? Что вы глупости? Ну, не знаю. Что вы глупости говорите? Нет, я просто не знаю. Ну, скопируйте, посмотрите. Ну, киньте. Вот я вам киню. Копируйте. Дэнкоп. 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 Все, все, понял. Да. Садим, смотрим. Ну, хорошо. Ладно. Спасибо за беседу. Всех благ. Здесь мне тоже будет интересно, будем беседовать. Вы откуда будете с ней секрет? Из Москвы откуда буду? Из Москвы. Ну, из Москвы. Из какого, если не секрет, района? Водный след. Ну, с москвичами я в Москве люблю беседовать. Хаити хит, хитренькую задачу по Москве. Загадку. Просто, простой, но хитренький. Сколько на Комсомольской площади вокзалов Московской Железной Дороги? Три. Верный ответ два. На Комсомольской площади? Подождите, Комсомольской площади? Да. Ну, она в народе называется площадь трех вокзалов. Ну, три вокзала, да. Ярославский, Ленинградский, Казанский. Да, правильный ответ два. Потому что Ленинградский вокзал не является вокзалом Московской Железной Дороги. Это Октябрьская. Да, ну, Ленинградский, Ленинградский, да. Это Октябрьская Дорога. Но он же там же находится. Да, Октябрьская Железная Дорога, я согласен. Ну, это я же говорю, это вопрос на внимательность. Он, в общем-то, несловный, но на внимательность. Не, ну, это на знание, это на знание, не внимательность. Потому что они... Любой москвилинский вокзал, не вокзал. просто многие знают что это октябрьская дорога но все невнимательно отмечают 3 пропускается я спросил московскую а ну тут это тот вы наверно работаете на железной дороге знаете просто ну я у меня три образования по одному из образования в 90-х работал на железной дороге нет ну любой москвич проживший как поймать три или более лет что ленинградской это вокзал октябрьской дороге каховскую линию не открыли еще вы у вас есть почему-то странным образом на два года закрыли каховскую линии метро вы слышали нет все линии не закрывали если вы имеете метро давыми нет просто очень многое строительство было и кроме вот языка вида не бывал уже 19 года но дело в том закрыли как раз все линии там соления из трех станций каширка варшавка и каховка не 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 давайте так закрывали станции всю линию не закрывали я вам отвечаю я же всю линию сначала станции периодически закрывали кто каховку закроет на варшавку а потом взяли все линии закрыли почему непонятно строительство я знаю она идет вне этой линии и мишку какие линии закрывали я же держу по этой динамо подождите я может неправильно понимаю неправильно понимаете это вы едете по за москворецкой линии зеленой а понял а закрывали каховскую линию которая каширки у станции или ниже от каширки до каховки три станции я понял я я немножко туплю извините я просто думал что ли не это зеленая ветка линия зеленая тоже линия и каховская другая ли вы крат все я вас буду если вам интересно у меня на канале много дискуссии по этому поводу по географии по нюансам географии москвы если хотите дам вам название канала заходите подписывайтесь есть желание заходить есть сейчас я вам напишу пишите вот копируйте это русская часть название вставляйте в поиск ютуба попадаете на ндн я тут без очков сижу я понял скопируйте хорошо все я вас понял лодников вам хорошего вечера спасибо меня меня валерий завод меня олег завод жду вас на канале валерий все олег спасибо большое обнимаю вам до свидания на дурака валяйте разговариваю разговариваю вам стоять олег передали 1922 році воронежскую область а в двадцать втором году и лифска область где было в австрове англии опа так это не было еще ну и по секретарту аналоги на соединенных штатах ютуба сuis и не в порядке на соединенных штатах ютуба растут с вышел бы наступки да но как выбирают нам и основные соединенные штатах ютуба это генерация да может быть он с вами с вами с вами с вами он Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, не так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороших в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят и будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Просучье семя повыведем. За родную Россию, как уси их рассеют. Тяжела будет и исповедь. Русские группы. Группы сделаны украинским угрозом ночевым. Пытаясь. Да. Да. Украина, которая... Группа экономического... ...собственно, в конституции еще раз заявляет власть Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я заверяю вас. Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Но ты мне улица родная. И в непогоду дорога